Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, я девочка и я абсолютно не устроена в жизни. К этому возрасту мне кажется, я просто подраздила прошлый год в пустую, и теперь я просто не состоявшийся человек, который в поисках своего места в мире просто застрял. Сейчас у меня нет работы, потому что я не знаю, кем я хочу работать. В прошлом я работала бухгалтером, но я это забросил. Я была волонтером и помогала писать сценарий к фильму, но волонтерство закончилось, а после войны и смерти дедушки-бабочки вообще перестала писать, мне больше не пишется. Сейчас я изучаю астрологию, но я не знаю, смогу ли я консультировать людей и развить свой блог. Начала изучать программирование, но не сдала экзамен на бесплатный, а теперь не понимаю, надо ли мне пытаться поступить на это платное образование и окупится ли это огромная сумма денег. У меня больше нет друзей. Моя единственная подруга в один день просто сказала, что не хочет больше со мной общаться, и исчезла. У меня нет мужчины, даже поклонника. И вообще, у меня даже интимных отношений никогда не было, и мне кажется, с возраста меня лишь больше закрывается от мужчин. Потому что в моей жизни все влюбленности были либо безответными, либо мужчины были настолько одержимы мной, что я сбегала, не выдерживая напора. Сейчас я целыми днями сижу дома, я скучаю по общению с людьми, и я знаю, что мне нужен новый круг общения, но не знаю, как его приобрести. Как вообще люди в таком возрасте находят друзей, или хотя бы просто знакомых. Я чувствую себя внутри пустое, взлют на себя за то, что я просто проживаю дни, лишь бы они прошли, и как будто чего-то жду. Но я ведь знаю, без моих действий ничего не произойдет. Я не знаю, как действовать, я потерялась на этой дороге жизни, не знаю, как обрести путь к себе, как наполнить свою жизнь, чтобы она мне нравилась, чтобы она при себе перестала быть одинокой, чтобы у меня были друзья и любимый человек. Я хотел бы понять, откуда ощущение пустоты, и что делать со злостью, как раз это и может мне помочь. Смотрите, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Вот, я не буду, наверное, пересчитывать еще раз ваш текст, потому что, в принципе, из текста на данный момент, ну, в принципе, в принципе, все понятно, да? Вот. Значит, первое, что хочется сказать, то, что вы описываете достаточно яркие проявления депрессии, депрессивного такого состояния, вот. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл вам провериться в этом смысле, нет ли у вас депрессии. Вот, соответственно, если что-то такое есть, вот, то имело бы смысл, конечно, вам пройти курс лечения, да, ну, вот, в том числе, курс лечения медикаментозного, для того, чтобы как-то вот этот момент поправить, вот. Потому что есть такое ощущение, есть такое чувство, что, ну, что вы себя, вот, скажем так, подавляете, и подавляете вы себя довольно сильно. Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, есть ощущение, что вы, вот, говорите, да, о том, что хочу обрести путь к себе и так далее, есть ощущение, что вы никогда, как бы, ну, себя не чувствовали, скажем так. То есть, есть такое ощущение, что вы к себе всегда были глухи, вот, пытаясь только лишь, вот, как-то заработать какие-то плюсы и баллы у других людей в своей, скажем так, активности, вот. Для себя, для себя именно, именно конкретно для себя ничего по факту, по сути, не делаем. Есть такое у меня ощущение, вот, потому что, ну, вот, то, что вы описываете, да, очень сильно на это похоже. То есть, вот вы, вы, например, пишите, что, я работала бухгалтером, да, но забросила. То есть, как бы, ну, почему, почему забросила? То есть, как бы, наверное, еще были какие-то причины для этого. То есть, вам надоело, видимо, или что-то еще. Вот, по крайней мере, так вы это видите, и так вы это, ну, так вы это чувствуете. Вот, что вам это, ну, не нравится, да, вероятно. То есть, вот, здесь очень важный момент заключается в том, как вы приходите к тому, что вам, ну, вот, что-то не нравится, да, как вы приходите к этому. Очень важный момент, как вы это замечаете, что вам, что вам, вот, ну, что-то становится неподушее, вот. Вот, и, соответственно, что вы дальше с этим делаете? Если, условно говоря, ситуация как-то, ну, повторяется, да, если ситуация повторяется снова и снова, то здесь есть какая-то модель уже поведения, которая, вот, выдает некий сценарий. Дальше у вас по описанию, судя по описанию, да, присутствуют травмы, вот, ну, травмы, я имею в виду психологические травмы, да, то есть война, потеря, потеря близких родственников, вот. Вот, все это, конечно, может сказываться на вас и, скорее всего, сказывается уже сейчас. Вот, в этом, ну, на мой взгляд, по крайней мере, ничего необычного нет. Если вы даете себе возможность, вот, свои чувства проживать, да. То, что вы говорите о злости, например, вот то, что вы на себя злите, это вот, как раз, на мой взгляд, история про то, что своим чувствам вы, как раз-таки, я бы не сказал, чтобы особо давали выход, особо давали волю. На мой взгляд, вы свои чувства, опять же, сдерживаете. То есть, в принципе, в целом, вы производите впечатление, ну, такого, знаете, достаточно, я бы сказал, достаточно сдержанного человека. Вот. И, конечно, это не может не, как-то вот, ну, не может не влиять на вас. Есть ощущение, что у вас могут присутствовать трудности в общении. Именно по этой причине, по причине того, что вы привыкли свои чувства, ну, как бы, сдерживать, да. Вот. Есть ощущение, что по этой причине вам сложно общаться, по этой причине вы закрываетесь от людей. То есть, вам сложно замечать и оставить свои личные границы. Вот. То, что вы спрашиваете, а спрашиваете вы, как меня идут найти друзей, здесь очень много, как бы, завязаны на интересах. То есть, чем у человека более активные интересы, вот, чем у человека более активна, так скажем, ну, жизненная позиция, вот, тем легче ему находить, собственно говоря, друзей. Вот. Ну, или, как вы сами выразились, знакомых. То есть, люди сходятся на чем-то общем. Общее. Из чего вырастает общение. От слова общего. А общение, как бы, строится, ну, в общем и целом, вокруг интересов, что понятно. Вот. И, соответственно, мы здесь говорим о ваших интересах, мы здесь говорим об этом. мы говорим о том, что вам интересно, мы говорим о том, какие у вас предпочтения, мы говорим о том, какие у вас ценности, взгляды, идеи и так далее. И мы говорим о том, еще, как вы обращаетесь с тем, когда люди как-то этого не принимают. То есть, когда люди на это реагируют вот как-то, ну, скажем так, негативно, да? Вот. Вот об этом мы сейчас, в общем-то, с вами говорим. И если с этим у вас есть проблема, если с этим у вас есть сложности, да, то, конечно, вам сложно, ну, вам сложно и тяжело в этом смысле действительно находить людей, вы действительно боитесь людей. Вот. Потому что, ну, вы понимаете, как бы, что не все люди в этом смысле, да, они нацелены на вас, не все люди как-то вот в этом смысле готовы вас принять и так далее. Ну, вот. Что касается мужчин, то здесь ситуация такая. судя по тому, что вы пишете, вы росли с дедочкой и бабочкой. И, соответственно, модель поведения, ваше восприятие себя, оно несколько, вот, нетипично для человека, скажем так, вашего возраста. То есть, вы, скорее всего, ведете себя ментально, как человек более такого, ну, более старшего возраста, а именно в силу того, что выросли с дедочкой и бабочкой. Это, скажем так, неизбежное, такое, неминуемое следствие проживания с людьми старшего поколения. Вот. Если мы говорим о, ну, о построении отношений с мужчинами, например, то мы говорим о вашей модели, о, ну, о вашей модели женского поведения, в первую очередь. Модель женского поведения невозможна без, ну, собственно, ну, вот, без какого-то ориентира, так скажем. То есть, чтобы модель женского поведения была, нужен ориентир, нужен, нужен какой-то идеал. Вот. И, соответственно, вот возникает, как бы, сразу такой вопрос, да, а если у вас, а если у вас такая вот, ну, такой ориентир, если у вас такая модель. И здесь интересным аспектом является то, что, мне кажется, что такой модели у вас нет. Если вас, например, спросить, да, вот, как вы относитесь к сексу в целом, как вы относитесь к поцелуям, там, и так далее, то вы на это, скорее всего, будете реагировать достаточно зажатко. не пытаясь, я сейчас не пытаюсь, вот, что важно, да, я сейчас не пытаюсь как-то показать вам, да, что вы, там, к примеру, ну, ханжа, допустим. Вот. Я просто говорю о том, что вот в наличии, ну, в наличии такие вот ограничения. Эти ограничения, конечно, сказываются. Вы описываете свои отношения с мужчинами, как отношения, где либо вы неинтересны совсем, либо, как бы, вы, ну, вами одержимы. Здесь мы, здесь мы сталкиваемся с чем? Мы здесь сталкиваемся с тем, что у вас, у вас здесь проблемы личных границ. То есть, вот эта вот ситуация, вот эта ситуация, когда то я никому неинтересен, то соответственно мною одержимы, да, вот эта ситуация, такого рода ситуация, как правило, свидетельствует именно об этом, о том, что у человека есть трудности с личными границами. Вот. И да, это нужно решать. Да, хорошая новость заключается в том, что это можно решить. Хорошая новость заключается в том, что это можно подкорректировать. я бы, вот, ну, скажем так, для начала предложил бы вам просто, ну, пообщаться с психологом, да, то есть, вот, просто выбрать себе, скажем так, вот, ну, максимально защищенного для вас с вашей точки зрения максимально защищенного партнера по общению, вот, чтобы вы просто общались, чтобы вы потихонечку овладевали навыком, навыком, навыком общения, я имею ввиду, конечно же, вот, и учились слышать, ну, слушать, слушать, учились и замечать себя и то, что вот в целом с вами происходит. Чем лучше, чем больше вы будете себя замечать, тем лучше, чем больше вы будете о себе знать, вот, тем в этом смысле вам будет, конечно, проще выстраивать отношения с людьми. На мой взгляд, это именно так, то есть, сказать, ну, например, сказать сейчас о том, что конкретно вот с вами, да, происходит и как, ну, допустим, конкретно вам действовать, чтобы вот ситуация, ну, как-то улучшилась, да, ну, наверное, было бы очень опрометчиво, то есть, это было бы, ну, нечестно по отношению к вам, таково мое мнение, и, соответственно, из этого я бы предложил бы исходить, ну, исходить, вот, именно из этого я вот, предложил бы вам как бы от этого я предложил бы вам отталкиваться, вот, в первую, в первую очередь. Злость это в определенной степени, да, протест, то есть, когда мы злимся, мы мы протестуем, вот, соответственно, это нормально, нормально, но вопрос, опять же, заключается в том, как вы, как вы сами, да, вот, к этому относитесь, то есть, принимаете ли вы, ну, тот, ну, тот факт, что, там, допустим, можете злиться, да, вот, принимаете ли вы, факт, факт, того, что, вам, там, ну, грубо говоря, может, к примеру, что-то, ну, что-то не, что-то не нравится, да, и так далее, тут как вы с этим обращались, ну, и очевидно, что, есть ряд угроз, вот, есть то, что, то, что вы, там, так скажем, считаете угрозой, для, для, для себя, да, вот, есть, что-то, и, соответственно, вы пытаетесь, ну, как бы, вы пытаетесь, я бы сказал, что сделать, вы пытаетесь, как бы, этих угроз избежать, вот, но, в общем и целом, да, понятно, что, не получается, и, вы, как бы, знаете, в этом смысле, вы, чувствуете, в этом, ну, в этом, в этом смысле, вы чувствуете, что, что не получается, и, пытаетесь, пытаетесь закрыться, вот, себя обезопасить, ну, обезопасить себя, как-то, вот, только обезопасить себя, понятное дело, не получается, вот, обезопасить себя, ну, потому что, от всего, да, себя не, э, себя не обезопасить, в этом смысле, ну, так или иначе, да, к сожалению, вот, не, ну, не получится, себя безопасно, вот, а угроза есть, угроза присутствует, угроза, э, скажем так, наличествует, и отсюда, отсюда у вас, э, вот такая реакция, реакция, в принципе, ну, на мой, на мой взгляд, э, более чем, адекватная, да, вот, реакция, на мой взгляд, э, нормальная, конечно, просто вам нужно, э, ну, вам нужна помощь, в общем и целом, вот, я бы так, наверное, сказал, а теперь, что касается пустоты, а вот это, э, довольно интересный момент, потому что, э, в общем-то, вы начинаете, э, свой текст, вроде бы как, вроде бы как с пустоты, да, то есть, ну, с того, что, говорить, как справиться с пустотой внутри, да, и так далее, хотя, речь идет, в общем и целом, у вас, ну, не о пустоте, в общем и целом, речь у вас идет, немножечко о другом, ну, как вот, как мне кажется, а, мне кажется, что речь идет не о пустоте, так вот, а, если мы говорим, о пустоте, то это про вытеснение, люди описывают, э, свои, э, ну, свои ощущения, да, вот, вот похожими на, похожими на, э, чувство, на чувство пустоты, а, тогда, когда, э, подавляют в себе что-то, вот, и подавляют в себе что-то, ну, я бы сказал, довольно сильно, и, соответственно, э, пустота это, то, от чего психика вас, э, ну, пытается защитить, по ей одной, э, в данном случае, пока что, э, ведомой причине, вот, то есть вы, условно говоря, там, э, от, от чего-то бежите, вы от чего-то убегаете, э, вот, и, соответственно, э, наша задача, с вами, заключается в том, чтобы перестать, от этого бежать, вот, э, ну, по крайней мере, так это видится, в данном случае, у меня, пока что, э, вот, с точки зрения, психологии, да, и, с точки зрения, вот, у какого-то, моего, моего опыта, и опыта, психотерапии, в частности, на этом все, я надеюсь, что мой ответ, э, был вам полезен, и интересен, а, я желаю, желаю вам, э, всего, самого доброго, удачи, обращайтесь, за, помощью, вам она, эта помощь, пригодится, буду благодарен, за обратную связь, по моему ответу, это позволит, вам начать, над собой работу, за субтитры, antiqu какая-то, и, людям, не знаю,